Представители Тверской области стали победителями грантового конкурса «Студенческий стартап от фонда «Содействие инновациям». В список проектов, представленных для финансирования, попали шесть инновационных разработок жителей Верхневолжья. Они связаны с созданием программного обеспечения, хранением информации работы искусственного интеллекта. С одной из победительниц, Ксении Скороделовой, встретилась и наш корреспондент. Увидеть, как выглядел старейший город Тверской области, «Торопец» можно будет с помощью современных технологий. Студентка первого курса РГУ имени Косыгина Тверского филиала представила на грантовый конкурс разработку для VR-очков к 950-летию города. Надев очки, туристы или местные жители смогут прогуляться по историческим местам Торопца и посмотреть на памятники архитектуры, не сохранившиеся до наших дней. Надеваешь VR-очки и по факту у тебя включается квест-игра. Ну, тебе помогут, конечно, одеться, обуться в том плане, чтобы сделать так, чтобы ничего не упало, все было хорошо. И ты сам погружаешься в виртуальную реальность. У тебя по факту будет запускаться небольшой квест. Все, что можно будет увидеть через очки, будет максимально приближено к историческим документам. Полученный грант в размере 1 миллиона рублей пойдет на дальнейшую доработку проекта. Как рассказывает Ксения, это будет похоже на небольшой квест. Ты будешь ходить по историческому городу и выполнять какие-то задания, как примерно в компьютерных играх, но даже взрослому поколению будет интересно хотя бы окунуться в это. И проходит такой квест, смотришь, любуешься города. Разработка Ксении лежит в рамках большого проекта «Цифровая история» и оцифровки разных исторических объектов. Это вот как раз такое ответвление, которое применимо к практике, тяготеет к знаменательному событию, именно к юбилею города Таропцы Тверской области. И должно потом, соответственно, уже воплотиться в виде реального продукта, куда будут приходить туристы и получать определенное эстетическое удовольствие, потому что они смогут окунуться через современные технологии, через VR, дополненную виртуальную реальность, в ту историческую среду, которая, к сожалению, уже утрачена. И вернуть мы ее не сможем, но только вот лишь, наверное, благодаря цифре. На всех этапах поддержку конкурсантам оказывали специалисты Центра «Мой бизнес» Тверской области, который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и является региональным представителем фонда «Содействие и инновации». Мы активно на начальной стадии, пока они вырабатывают идеи, встречаемся непосредственно в ВУЗы, выезжаем, устраиваем встречи, круглые столы, где ребятам рассказываем о возможностях конкурса, проводим такие небольшие семинары на тему, вообще как выработать идею, как ее довести до состояния проекта, как вообще оформить эту заявку, подать ее, ну, в общем, и сопровождаем на всех стадиях. Поддержка развития потенциала молодежи содействует в реализации молодежных инициатив, одни из приоритетных направлений для Тверского региона. Важно, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативу по приоритетным для Тверской области направлениям. Конкурс «Студенческий стартап» помогает не только получить грант, но и дает возможность реализовать необычные идеи, а также раскрыть предпринимательский потенциал молодежи, которые стремятся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологий с использованием результата собственно научно-технических и технологических исследований. Продолжение следует...